В вашем кишечнике обитает город из триллионов микробов, микробиом, который не просто переваривает пищу, но и настраивает иммунитет, обучая его распознавать и уничтожать раковые клетки. Баланс между хорошими и плохими бактериями в этом городе может стать решающим фактором. Когда полезные бактерии исчезают, иммунная защита теряет координацию, а рак получает преимущество. Но стоит слегка изменить диету или добавить правильные штаммы, и вы словно восстанавливаете встроенный гарнизон, который точно знает, кого и когда атаковать. Меня зовут Анастасия Мочалова, я доктор медицинских наук, врач-онколог. Сегодня вы узнаете, почему ученые считают микробиом вероятным прорывом в онкотерапии. Что такое микробиом и почему он важен при раке? Как я уже говорила? Представьте, что в вашей кишке живет целый город, это микробиом. Его жители тысячи разных бактерий, которые работают как коммунальная служба. Перерабатывают пищу, вырабатывают витамины и обучают иммунитет, кто свой, а кто чужой. Когда развивается рак, полезных жителей становится все меньше, а вредные бактерии, те, что провоцируют воспаление и ослабляют защиту, становится больше. Возникает хроническое воспаление, иммунитет сбивается с толку и не всегда может вовремя распознать и уничтожить раковые клетки. Восстановить баланс микробиома очень важно. Как это работает? Во-первых, правильная диета с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами помогает кормить полезные бактерии. Во-вторых, пробиотики. Живые культуры, лактобацилы и бифидобактерии укрепляют защитников нашей кишки. Когда город защищен от вредных элементов, иммунная система получает точные сигналы. Вот это чужая опухолевая клетка, отправь за ней подкрепление. И действительно, благодаря микробиому Т-клетки киллера действуют быстрее и точнее. Итог, микробиом не просто спутник нашего здоровья, а активный партнер в борьбе с раком. Поддерживая его, мы помогаем телу стать сильнее и эффективнее противостоять опухолевым захватчикам. Какие конкретные бактерии улучшают ответ на иммунотерапию? В экспериментах на мышах с меланомой введение бифидобактериум, включая брейф и бифидобактерии лонгум, само по себе замедляло рост опухоли так же эффективно, как и антипидельтерапия. В сочетании с бифидобактерией плюс лекарства почти полностью блокировали развитие опухоли. У пациентов-респондентов с большим количеством бактерий присутствие их коррелировало с более высоким уровнем Т-киллеров в опухолевом очаге и лучшим клиническим ответом. Бифидобактерии укрепляют связь между додритными клетками и Т-киллерами. Другие бактерии улучшают распознавание опухоли и поддерживают здоровую противоопухолевую среду. Вместе эти микробы делают иммунотерапию эффективнее. Как микробные метаболиты, например, бутерат, влияют на опухоли? В нашей кишке полезные бактерии едят клетчатку из овощей и круп и вырабатывают короткоцепочные жирные кислоты, например, бутерат. Для здоровых клеток толстой кишки это важное топливо, но у раковых клеток все иначе. Они плохо используют бутерат и он накапливается внутри. Это как сигнал стоп, он меняет активность генов, так что опухолевые клетки замедляют делиться и даже запускают программу самоуничтожения. Кроме того, бутерат помогает уменьшить воспаление вокруг опухоли и привлекает иммунные клетки, которые лучше распознают и атакуют раковые участки. Итог. Чем больше в вашем рационе клетчатки, цельные зерна, овощи, фрукты, тем больше будет полезного бутерата, который одновременно питает здоровые клетки и тормозит рост опухоли, а также поддерживает защиту иммунитета. Может ли трансплантация фекальной микробиоты усилит лечение рака? Есть ситуации, при которых полезные бактерии погибают настолько массово, что вернуть их пациентам или лекарствами слишком сложно и долго. Поэтому прибегают к трансплантации фекальной микробиоты. С развитием геномных технологий ученые убедились, что микробиом влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, обмен веществ и даже работу мозга. Восстанавливая нормальный состав бактерий, можно влиять на самые разные болезни, начиная от хронических воспалений до метаболических расстройств и, как сейчас выясняется, повышать эффективность противоопухолевой терапии. Трансплантация фекальной микробиоты – это перенос различных полезных бактерий от донора в кишку пациента. В 2021 году два ключевых исследования о меланоме показали обнадеживающие результаты. В одном исследовании у 15 пациентов, которые не отвечали на анти-ПД1 терапию, это вид иммунотерапии, которая снимает тормоз с ваших Т-клеток, чтобы они активнее атаковали опухоли. Так вот, у этих пациентов после трансплантации фекальной микробиоты и повторной терапии ответили 6 человек, а это составило 40%. В другой работе похожая схема дала клинический ответ в 3 из 10 случаев – это 30% – и улучшила контроль опухоли у еще 4 пациентов. Почему это сработало? Пересадка меняет состав микробиома, растет доля активных бифидобактерий, которые усиливают работу Т-киллеров и снижают подавление иммунитета опухоли. Возможно, звучит это не так убедительно со стороны, но важно понимать, что это экспериментальная терапия. Для специалистов это обнадеживающие результаты, которые дают нам надежду на новые способы эффективного лечения. Поговорим о том, какие же механизмы лежат в основе противоопухолевого эффекта микробиома. Во-первых, микробиом укрепляет иммунную защиту. Полезные бактерии стимулируют рост и мобилизацию определенных Т-клеток наших клеток-киллеров и одновременно подавляют избыточную активность макрофагов М2, которые в некоторых условиях тормозят атаку иммунитета на опухоль. В результате иммунные клетки быстрее распознают и уничтожают раковые участки. И второй механизм состоит в прямой выработке антиопухолевых соединений. Некоторые штаммы, например, лактобациллы и бифидобактерии синтезируют короткоцепочные жирные кислоты и другие метаболиты, которые нарушают рост опухолевых клеток, блокируют их деление и запускают программу апоптоза, саморазрушения клетки. Эти вещества также усиливают локальный противовоспалительный фон. Но, к сожалению, не все так радужно и прекрасно. У подходов на основе микробиома есть ограничения. Бутерат в разных дозах может как подавлять, так и стимулировать рост опухоли. Еще одна проблема – это донорский микробиом. Он может передать не только хорошие штаммы, но и патогены. И не у всех пациентов трансплантация фекальной микробиоты дает эффект. Многое зависит и от индивидуальных особенностей организма. Поэтому метод требует строгой стандартизации и тщательного медицинского контроля.